приветствую вас друзья с вами сайбериан и сегодня у нас очень интересный гости wing commander 3 heart of the tiger сердце тигра вы помните что совсем недавно я выпустил видео рассказывающие тяжелых раздумьях кристофера блеера главного главного героя wing commander 3 который узнал о том что собственно игра wing commander 3 была выпущена виде бесплатной копии electronic arts в своей системе оригин и вы знаете я тут поиграл поностальгировал и решил что было бы наверное неплохо снять все-таки небольшой летсплейчик тем более что на просторах ютюба в русском варианте его нету вообще абсолютно он отсутствует я пытался найти на ютюбе я не смог найти только английский летсплеи российских летсплеев нету должен вам сказать что это огорчает это печалит я решила что было бы неплохо сделать хотя бы первую миссию заодно и рассказать немножко об игре рассказать о том что стоит нажимать что нажимать не стоит как управлять так сказать на курс молодого бойца для тех кто захочет все же поиграть в этот шедевр в эту эпическую классику прошлого в косы в космос симулятор который собственно вознес крису робертса к вершинам игростроения он и до этого момента был популярен многим команды 3 конечно это нечто это супер по ходу нашего так сказать водного курса по ходу первой миссии заставок я постараюсь сходу осуществлять перевод с английского на русский я не профессиональный переводчик поэтому ну и конечно же не актер поэтому ребята потерпите если что-то не понравится ну извиняйте другого все равно нету я постараюсь я постараюсь для вас но я попозже еще расскажу кое-какой интересный момент который я встретил в игре вернее в меню игры когда открыл мануал об этом мы поговорим чуть попозже а сейчас давайте наверное посмотрим что у нас будет происходить в игре если вы будете слышать какие-то посторонние звуки еще что то опять же прошу прощения очень тяжело было настроить систему чтобы можно было записывать голос и игру более того игра очень громко работает у меня в наушниках и я практически себя не слышу плюс мне кнопку микрофона пришлось переделать поставить на другую кнопку в общем надеюсь это никак не скажется в процессе но просто имейте ввиду итак начинаем враг атаковал прямо сердце нашей империи и часть их солдатов были захвачены здесь на нашей родной планете киллера это было не что иное как отчаянный шаг эти безволосые обезьяны знают что их поражение близится они подвели свою расу с ними не будет никакого допроса делай с ними все что ты хочешь дезинтеграция тишина мои братья они не воины а ничтожество лишь один из них можно нас лишь одного из них можно назвать воином того кого они зовут энджел ангел все еще сопротивляетесь полковник девро если бы мы предложили сосуществование вашему виду разве вы бы не приняли это киллера ти не сосуществуют да это так и теперь когда ход войны изменился ваше сопротивление бесполезно ты утомил меня дезинтегрируй меня чтобы я присоединился к своим товарищам дезинтеграция не для себя твоя судьба будет другой человек не может оценить честь которую я собираюсь ей предоставить она не только великий воин но и и спутник истинное сердце тигра пусть покоится с миром мир это что что-то вроде этого паладин надеюсь что нет дружище сначала тайгер склоу теперь это тебя нельзя винить ни за то ни за другое кто-то бы не согласился это полковник кристофер блеер докладываем адмиралу толванов обломки конкорде были найдены на планете веспус оценка полная потеря нельзя жить всю жизнь чтобы от тебя одобрил один человек что-нибудь слышно тень же ничего это сейчас было официально я знаю как много она для тебя значила дружище извините сэр вы сказали виктори победа у вас что-то со слухом полковник нет сэр все виктори имеет огромный послужной список переводы на другие корабли не обсуждается полковник конечно я понимаю что ваши хоромы может быть не те которым вы привыкли нет я не об этом поверьте виктори очень повезло что вы будете туда переведены конечно сэр но могли бы мы обсудить теперь когда килл рати бегут из системы прошу прощения не заметил я могу перевести вас на корабль виктори систему арсини что я хочу сказать вам полковник это то что вещи налаживаются конфедерация предприняла очень много позитивных шагов свободны сэр касательно моего запроса да для меня это было удивлением как вы знаете статус полковника дэвроу не подлежит огласки ваш шаттл ждет да сэр несмотря на проигрыши в некоторых секторах космоса правительство говорит что человечество все же одерживает верх в битве с килл рати однако наши источники говорят о том что все это неправда человечество несет огромные гражданские и индустриальные потери даже есть планы судного дня об эвакуации всей планеты земли чтобы человечество смогло жить в дальних уголках галактики и вопрос кто пойдет кто останется и самое главное кто принимает такие решения вот тут есть добро пожаловать на борт виктори полковник также известна как консервная банка это греет мое сердце видеть вас снова полковник я должен принести свои извинения мне нужно отлучиться по делам потом поболтаем спасибо house да я понимаю что вы думаете этот корабль не конкорде слава богу конкорде больше нет да ужасная потеря мои соболезнования однако вы у меня дома и я надеюсь что каждый раз когда вы будете ко мне заходить вы будете вытирать ноги я провел на викторе практически всю свою карьеру я был офицером связи во время ее первого полета сэр скажу вам честно я не особо был положительно настроен касательно перевода но теперь когда я вижу что у вас на порту есть такие пилоты как хабс хабс но он не летает как не летает сам попросил не летать я не знаю как у вас полковник но здесь никто не будет летать с хоббсом как это он отличный пилот что-то здесь не так я повторяю еще раз полковник это была его просьба я не собираюсь капитан вам указывать как управлять кораблем но я настаиваю на том чтобы хоббс вернулся к полетам хорошо но кто полковник я с ним полечу это лучший напарник который у меня когда-либо был правился я старался и мы начинаем нашу игру мы начинаем первую миссию это собственно ангар взлетная палуба где мы садимся откуда мы взлетаем давайте поднимемся наверх так здесь у нас стоит хоббс не можно поговорить управление в игре достаточно простой то есть при помощи мышки вы можете перемещать курсор в ход споты да то есть в активные зоны и непосредственно выбирать нажимать левый курсор мышки выбирать куда там пойдете ли с кем поговорить управление достаточно элементарно однако есть несколько горячих клавиш которые скрытые это я вам покажу когда мы полетим на миссию еще вы могли заметить что во время перекадровки то есть когда меняется сцена есть один битый кадр он всегда появляется я не знаю чем это связано это кривая видимо версия которую electronic arts выложила потому что они просто засранцы да но тем не менее за досбокса появляется вот это вот первый кадр который к сожалению я убрать не смогу технически конечно убрать бы его мог почистить но их очень много они возникают очень часто мне по сути придется пересматривать все видео по кадрам искать его вычищать склеивать это займет очень много времени я надеюсь вас это особо не напрягает и может быть даже вы не заметили то о чем я сейчас говорю но первым делом что мы с вами сделаем это мы нажмем на основной терминал и ведем наши наш позывной мы сейчас это сделаем все готово миссия 01 вот она у нас горит потом пойдет миссия 02 03 04 05 и так далее для чего я рекомендую это делать ну игра достаточно разнообразная вы увидите что со временем здесь будут возникать варианты разговоров с другими персонажами сейчас вы это даже увидите где можно будет выбирать мысли главного игрока соответственно принимать решение и некоторые события отношения людей событий будут меняться отношения людей к вам будет меняться и может быть потом вы захотите просто что-то переиграть что-то решить по-другому посмотреть что произойдет в этом случае если вы все будете собственно писать в одно сохранение то рано или поздно вы этой возможности лишитесь и все запорите тем более тем более что игра сделана таким образом что здесь можно проиграть земля может погибнуть и вы даже не поймете что вы проигрываете пока вы собственно не увидите что земле пришел гердык игра для вас закончится и вам придется начинать все заново потому что в какой миссии где вы облажались что вы не выполнили вы знать не будете здесь очень достаточно такое разветвленное дерево миссии который приводит к тем или иным последствиям в конце и к разным концовкам то есть можно где-то там в первых так пяти миссиях накосячить потом накосячить там последующих десяти потом еще в десяти и в итоге плохой конец а что вы не так сделали где вы не так сделали ну вы не поймете не всегда проигрыш это проигрыш не всегда победа это победа винкомандеры этим он интересен и из-за этого можно переигрывать очень-очень много раз вот ну да ладно я вам рекомендую зайти в меню настроек controls прежде всего по идее у вас все должно быть точно так же как у меня единственно что мы с вами сделаем мы чуть-чуть музыку сделаем потише и мы сделаем потише задний фон потому что во первых у меня очень сильно глушит это первое а второе когда будем летать в космосе все равно там звук не поменять второе как бы напрягает напрягает этот звук постоянный поэтому ничего не поделаешь это пока мы все оставим это transitions это заставки то есть как вы входите в лифт как вы едете на лифте их можно будет отключить когда они вам надоедут надоедут найду я заговариваю все боже когда вам это надоест и так к сожалению русских субтитров субтитров нету я искал в интернете их нету поэтому я буду стараться переводить как я уже сказал как смогу здесь вы также можете произвести настройку джойстика либо нажать горячую клавишу alt джей это тоже произойдет настройку джойстика и так ладно закончим настраивать все что здесь было именно мы наши вели и наверное давайте поговорим с хоббс добро пожаловать на борт старый друг выглядишь хорошо подтянута как у тебя дела дела как у двух подбитых закрылок хорошо тебя приятно тебя видеть дружище как отличный пилот и товарищ энджел без понятия не слышал это очень давно она на какой-то секретной операции для адмирала тогана но послушай у меня для тебя есть новости я вернулся над полетом я же попросил да неважно я хочу чтобы ты был со мной на моей первой миссии полковник здесь очень много храбрых и хороших пилотов когда это моя жизнь мне нужен напарник которому я доверяю хорошо я постараюсь тебя не разочаровать мой старый друг до хапс мы сражаемся с килл рати как видите у нас на борту есть кошка килл рати эта старая история и корнями она уходит во вторую часть и вы не команды именно там появился персонаж хаббс именно там он сажался за конфедерацию я не буду сейчас вам рассказывать всю предысторию принципе это сейчас не суть важно видео у нас так начало получится очень долго давайте походим по кораблю посмотрим что здесь есть еще пойдемте в лифт и попытаемся поехать на другие отсеки о привет роллинс мышкой наводим лейтенант роллинс офицер связи добро пожаловать набор уже поговорю с капитана знаете капитана земных верят в свой корабль и экипаж это хорошо для меня для морал для морали экипажа да я понимаю чем вы говорите но есть кое-какие вещи которых вы не знаете и вот у нас первый выбор мы можем подольше поиграть с этим парнем то есть послушать что он скажет или мы уже делаем выводы о том что это как бы сопляк какой-то и надо с ним вести себя пожестче мы помягче поведем все-таки офицер связи возможно он знает что-то интересно что не знаем мы пока что мы все-таки новички на этом корабле хоть мы и командир эскадрильи ты пытаешься сказать что командование что-то прячет от нас ничего не могу вам точно сказать полковник но если у вас есть какие-то вопросы всегда зайдите ко мне я спасу вам жизнь может быть я не совсем правильно перевел давайте поедем казарма наверно назовем их так палуба где собственно обитают люди отдыхают в баре где находится бараки пилотов давайте съездим туда на второй этаж как видите звук видео не регулируется он всегда будет достаточно громкий я надеюсь мой голос будет нормально слышно эй хабс не хочешь сыграть со мной уверяю недельную зарплату за один раунд выиграешь спасибо на нет да как мы видели хаб сам попросил чтобы вы сняли с полетов именно потому что пилоты ему не доверяют ведь он килл рати вы видели что произошло сейчас один из пилотов видео хабса и ушел женщина и ушла так ну давайте посмотрим на статистику убийств киллборд так сказать эго мер всех пилотов и так кобра это кстати вот там темнокожая мадам которая сейчас нас покинула увидев хобса 5 убийств асов пока ноль она сбила вагабонд это вот тот китаец который с картами сидит перед нами с ним сейчас поговорим у него 10 убийств потрясающе пила должен вам сказать потрясающе собственно сам хабс но любист но он не летал бикера 8 маньяк обалденный персонаж ребята если вы не знаете кто это мы еще с ним познакомились флинт 3 убийства мне как кстати 9 обратите внимание человек с огромным эго и мы сайбериан по нулям черт черт и так всего убита кошек 35 окей хорошо и так вагабонд поговорим-ка мы с тобой добро пожаловать на борца хотите сыграть коль вы новичок на борту называть игру ты знаешь много информации о себе ну а сейчас речь о том что информация очень мало об этом пилоте и мы пытаемся выяснить что же это за пилот и что он скрывает твои боевые файлы очень-очень короткие ты не мог бы рассказать почему так мало информации и помочь мне заполнить пробелы он так сразу насторожился ему говорит что это поможет конфедерации войне мы говорим о том что у него есть как бы да свое мнение или мы начинаем задумываться над тем что же он скрывает что же он скрывает и мы сразу отвечаем что конфедерации были причины почему они хотят на себя тебя больше а вагабон там говорит что мол но причина то может быть у них есть но какие эти причины нижние называют так пойдемте в бараке посмотрим что у нас здесь бараках особо ничего нету можно активировать опять терминал а можно посмотреть в наш шкафчик я надеюсь что бой идет для тебя и других пилотов на конкорде очень хорошо я улетаю на секретную операцию для адмирала толгана поэтому я должен сказать тебе что мы еще не увидимся достаточно долго но помню ждем я тебя люблю да энджел это наше любимое вот такие вот дела итак вагабонта уже след простыл обидели видимо моего ну да ладно давайте съездим на мостик вирусная база данных успешно обновлено итак вот мы на мостике что у нас здесь пункт управления также можно опять же воспользоваться терминалом сидит здесь маньяк друзья маньяк ну что же давайте с ним поговорим нет мне больше нечем заняться и так я захожу хвост этой кошки стреляю крокеты и баба он разлетелся на куски подожди хорошо ух ты это что полку извини я не мог выйти встретить тебя ну я вижу что у тебя были гораздо более важные маневры да долг зовет знаешь женщина нравится запах знаешь я удивлен что тебя еще никто не сбил из своих же кое-кто ценит мой стиль летать я делаю все чтобы победить да но я по глупому не рискую говоря глупости я слышал ты вернул хоббса к полета ух ты слова здесь быстро путешествует слухи здесь быстро разносится никогда не понимал что-то увидел этой кошки все просто мне нужен напарник кому я доверяю ты не можешь доверять тому с кем мы воюем ты знаешь кого я выбираю это привилегия рак слушай я вообще дожди связь ты сидишь ночью и полируешь этот значок да на самом деле нет у меня есть майора которые делают это для меня ты знаешь разница в звании это ничто мы оба знаем кто лучше из нас там в космосе да мы знаем итак давайте я расскажу эту историю еще раз и так да маньяк в общем такой веселый персонаж конечно надо обладать не южим актерским талантом чтобы потасил переводить ну да ладно если вы еще не поняли это был том был сам актер который сыграл бифа в назад будущее да 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 это он сам а мы играем собственно за кристофера блэра это марк хэммл знаменитый люк скайуокер и звездных войн да такие вот здесь актеры нас тут еще есть одна комната комната управления вооружением генри контрол давайте посмотрим что у нас здесь может быть здесь тоже кто то есть да так и есть здесь стоит флинт объявление полковник блэр явитесь в комнату в командный отсек немедленно в командный отсек немедленно вернитесь как-то так в комнату брифинга если быть точным что же нам не дали с лентом поговорить мы только открыли рот и хотели сказать привет но капитан нас вызывает что-то видимо важное видимо долго гуляли по кораблю если помните в настройках было меню transitions так вот ребята чтобы вы не видели вот эти заставочки каждый раз когда вы входите в лифт выходите из лифта заходите там жилые сектор или на мостик можно нажать вернее отключить или alt key горячую клавишу нажать эти заставки пропадут больше не будут показываться сейчас это сделаю и не будут вас собственно больше раздражать то что постоянно если их видеть в течение всех миссий инкомандора ну со временем они приедаются я правда в детстве их вообще никогда не отключил даже не слышно что это можно сделать ставки не было то есть нажал альт-кей вот выходим из лифта все мы сразу попадаем туда куда нам нужно это ускорит процесс конечно это и мершин да то есть увлеченность в игру немножко нарушает но я уже не маленький мальчики не смотрю на это все со скрытым ртом вы можете в принципе оставить я же их выключу и так нас вызывают в комнату брифинга инструктажа что ж давайте сходим нас ждет первая миссия полковник заходите пришло время проверить вашу репутацию разведка конфедерации доложила нам что есть присутствие килл рати в арсине систем системе арсения эта миссия обычный патруль вам нужно пролететь по трем навигационным поинтам и вернуться на викторию поняли совершенно ясно и так это наша миссия да и еще кое-что как видите мы командир эскадрильи да то есть мы получаем миссию задания непосредственно капитана корабля от нашего командования и будущими будучи следующими в звене командования мы соответственно инструктируем пилотов об этой миссии сами летим на эту миссию и выбираем себе пилот с которыми мы полетим сейчас можем выбрать только хабса потому что сами видели мы сказали что мы полетим нашу первую миссию с ним дальнейшим здесь будут появляться другие пилоты которых можно будет выбирать и летать вместе с ними соответственно в разговорах вот эти мысли которые мы выбираем вы можете поднять мораль пилота или наоборот пилот будет деморализован соответственно будет хуже летать хуже стрелять и вообще погибнуть может если у него высокий мораль лучше летают лучше стрелять больше шансов выжить ну такие вот дела даже может быть с кем-то мы закрутим роман кто его знает а может быть angel вернется кто его знает друзья и команда это так интересно и так хабс хабс ты будешь моим пилотом для трассе все свободные удачи ну что ж если мы пойдем сюда fly mission то есть нажмем на дверь ангара миссия начнется но как видите здесь появился еще один персонаж и между прочим вот эта вот зона эта зона настройки корабля то есть здесь можете настраивать вооружение во первых корабль выбирать во вторых какие ракеты на нем будут стоять но это это будет потом сейчас мы можем подойти и поговорить с рэчел это наш технический инженер техник рычал коррелес добро пожаловать на викторе я слышала вы летите с хоббсом этой миссии у вас что проблемы с этим не 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 я знаю это кошка отличный и так ваш корабль хелк от 5 заряжена и готова на драке жадница отлично что за вооружение не переживайте я позаботилась капитан скинул мне миссию на которой вы летите всю информацию по ней я подготовила корабль для вас не волнуйтесь не волнуйтесь пока вы можете в будущем сами выбирать настройку своего корабля или все-таки верить мне потому что я буду подбирать для вас максимально удобно настройку корабля для этой миссии вот такие дела вкратце очень что я вам скажу изначально разработчики всем нам настраивают под каждую миссию корабль то есть они дают нам корабль дают нам вооружение игра что с этим кораблем с этим вооружением эту миссию проходить оптимально мы же можем с этим не согласиться и сами перенастроить немножко корабль выбор за вами вот рейчел эту скажем так role play роль здесь отыгрывать но ребят это 94 год на минуточку все что я хотел сказать еще не успел сказать это 94 год посмотрите на масштабы с людьми можно говорить общаться это полностью внутри фильма вы находитесь это было что-то с чем-то в то время выбираете мысль то есть различные отношения к людям настройка кораблей сейчас вы увидите движок вообще упадете это супер это супер кстати это рейчел если кто не знал корна актриса да да интересно сколько из вас кинется искать эту актрису ее настоящее имя джинджер аллен кажется так не уверен точно не уверен но я уверен что кто-то из вас и это найдет ну да ладно если честно я даже не знал что она снималась фильмов для взрослых я сначала я увидел именно в этой игре уже потом когда стал читать про актеров кто здесь участвовал узнал что она порноактриса в свое время ну вот да не знаю чем крис роберт руководствовался наверное в детстве может быть смотрел фильмы с ней черт его знает ну да ладно полетим на нашу первую миссию полетим наши первые миссии итак начинаем наш взлет я друзья играю на джойстике играю на логи теке extreme 3d про очень хороший джойстик если кому интересно собственно модели вам назвал итак друзья первым делом что мы здесь делаем это мы нажимаем alt о комбинацию клавиш английская а естественно и мы подаем настройку меню то есть настройку игры уже непосредственно внутри самого движка в космосе здесь мы можем выбрать уровень врагов мы с вами будем играть на уровень сложности ас я очень давно не играл раньше я игру проходил и на night мэри но сейчас я не уверен что у меня это получится у нас я думаю мы справимся мастерство все-таки не пропьешь да то есть можно здесь включить неуязвимость можно отключить столкновение с объектами альтернативный режим полета кстати не помню что это такое хотите попробуйте сами и самое главное что у вас здесь будет сначала на рынок будет стать клавиатуру то что навряд ли доз бокс автоматически определить что вы на джойстике поэтому скорее всего вам здесь нужно будет переключить включить джойстик включайте джойстик и все должно вас работать как видите здесь заполнять на систему управления есть 1 мастер fs pro но это все же достаточно устарел поэтому убирайте только джойстик все остальное не меняйте настройки х и свг да всякие там кокпит это вот можно будет видеть собственно интерьер корабля его можно отключить клавиши f1 так давайте сохраним так кстати можно включить камеру если ракета летит или как враг погибать давайте включим ракету и как враг погибает посмотрим как это будет все это опять же можно будет выключить также здесь можно выключить музыку речь субтитры там звуковые эффекты и космический рамбл до грохот все это можно опять же вырубить но этот настройка джойстика калибрейт откалибровать джойстик звук в игре громче тише не делает прошу прощения я попытался нажимать горячие клавиши но по-моему все точно также и осталось как было до музыка громче не делается ну не суть я поменял управление своим микрофоном с кнопки c на кнопку z немножко и путаю кнопка c здесь здесь нельзя биндить кнопки к сожалению поэтому кнопка c как видите установлена вот я нажимаю c я вхожу в режим коммуникации на левом экране могу вызывать корабли могут допустим хоббса вы вызвать цифру 5 нажимая и спросить как у него дела к состоянии корабля и он говорит нам что у меня повреждений нету я также могу вызвать виктори спросить как у него дела и нам отвечает что сэр все окей вот нажимая клавишу f1 видите мы можем отключить худ интерфейс корабля да так вот сначала наверно полетаем с интерфейсом корабля вообще конечно лучше летать без него область обзора гораздо лучше гораздо больше удобнее управлять врагов находить ну и вообще приятнее все это дело но как говорится атмосфер не летать конечно когда у тебя есть вот этот вот кокпит обратите внимание вот в левом внизу экрана рука да стоит на ручке управления двигателями сбрасываю скорость видите настройки сет параметр сет и кей и с кликспер секунд то есть клики в секунду скорость над режимом связи сейчас над вооружением 420 цифрами написано это это моя максимальная текущая скорость если нажимаю tab tab это кнопка которая включает форсаж видите увеличимся до 1200 для вас самое главное это кнопка tab потому что форсажем в этой игре нужно пользоваться постоянно так вот мы сбрасываем скорость и рука на ручке управления двигателем видите тоже хоп в ноль ушла набираем скорость рука движется вперед тут классно да джойстик мы начинаем крутить видите штурвал да тоже как бы показывает что мы поворачиваем поворачиваю вправо штурвал вправо движусь как бы вперед нагибаем пошел на себя потянул ручку на себя поставил все отцентровал ушел влево ушел влево в общем уже тогда в девяносто четвертом году это была бомба это была бомба но это все фигня знаете почему потому что вот посмотрите это трехмерная модель господа это трехмерная модель такие дела полностью трехмерный корабль полностью трехмерный движок до тасс просто обалдеть сзади видите но напоминает чем туда star citizen так сказать лучшие идеи пошли в работу полностью все корабли трехмерно они даже на кусочки разлетаются когда по ним стреляешь все здорово ох мы навелись на цель на викторе но мы этого делать не будем так ладно давайте кнопочка п это ваши системы системы допустим и это engine двигателя ракеты наводится и это двигатели engine кнопочка пи английская входит в этот режим квадратными скобочками вы либо перераспределяете энергию в плюс минус то есть больше даете энергии на двигателе соответственно они будут лучше работать можем всю энергию дать на двигателе со временем щиты мы тогда потеряем на счету и сейчас они на полную стоят сейчас они начнут у нас сокращаться тоже энергия на счетах не будет но мы конечно все на энергию всю энергию что не будем делать вообще наверное даже я забыл горячие клавиши у нас мне даже есть подсказка мануальчик какие кнопки на что отвечают я вам сейчас скажу норме сейчас так плохо слышно а shift нужно зажать и левая квадратная скоб вот точно тогда все системы будут сбалансированы ну как видите то здесь можно производить настройку своих систем то есть нажимая еще раз том что какую и мы переходим на вооружение это щиты то есть можно более сильными сделать вот все это можно здесь настраивать поэтому ребята играйтесь настраивайте в игре 94 года это уже все было ладно хватит болтать и так вы наверно ждете экшена и так может долго все это долго долго делаем полетели на нашу первую миссию здесь есть навигационная карта есть давайте перелетим сначала на другой миссии я нажал кнопочку и автопилот а сейчас я нажал кнопочку и это захват цели значит что этот захват цели дает прежде всего будет появляться маркер маркер который будет позволять вам видеть куда вы стреляете вот он зеленый маркер видите вот на зеленый маркер мы понимаем куда мы стреляем если нажму щас и видите цель не залученный маркер пропал то есть мы и захватили может переключаться но мы точно не понимаем куда мы стреляем этого не знаю вот и кстати камера показывающая нам убийство надо будет ее выключить не очень-то атмосферно так вот с нами еще один застранец моего наверное ракеты одолеем давайте часы ракету не ушла ракета ох по моему промазали он использовал countermeasures видите чем ужасно эти камеры ракета летит мы тоже где-то летим а я обратно переключиться не могу вот f1 приходится нажимать чтобы вернуться ох там не играл ничего сейчас не всех загасе готов урод итак друзья кнопочка w нам позволяет выбирать вооружение кнопочка с нас переключает на экран счетов кнопочка динас нам показывает статус повреждения различных наших систем так если мы переключимся w в режим выбора оружия кнопочкой м мы можем переключать ракеты видите у нас под левым крылом две ракеты осталось все пешмарно выпустили отправим еще три самонаводящийся ракет и сейчас у нас включены нейтрон кнопочкой g мы можем выбрать другое оружие ионная пушка видите мы строим уже ионной пушкой у них разные характеристики разный дамаг это все в мануале можно будет почитать что и как еще раз нажав g мы выбираем full guns то есть залп и всех орудий видите мы строим всех орудий но энергия у нас конечно расходуется гораздо быстрее то есть можно выпустить и потом уже не сможем стрелять control f включает кадры в секунду fps видите frames 24 кадра в секунду до казалось бы то сбок стащит ну да ладно летим дальше что же здесь никого нету все достаточно пусто давайте сверимся с навигационной картой я сейчас ее включу картинка будет черной на несколько секунд я не знаю с чем это связано скорее всего с dosbox сейчас карта наверно уже загорелась я это сразу вижу на экране но видео она она появляется не сразу кнопочка и мы можем переключаться между на в поинтами то есть видим где и что синим цветом показано где мы уже побывали красным показано где мы еще не были белым соответственно то что у нас выбор на виде следующей цели то есть можно выбрать на в поинт и через автопилот кнопочкой полететь на тот на в поинт стрелками на клавиатуре можно эту карту соответственно вращать и квадратными скобками приближать да есть а такая вот интересная фишка но что-то она очень бешеной скоростью к сожалению но я и пользоваться скорее всего не буду потому что этот черный экран нас просто замучает так выходим отсюда кнопочка escape что же полетели на следующий на в поинт вот и все вот и вся миссия мы круты согласно на самом деле нет придется включить на в поинт опять наверно он пропал потому что я случайно полетел в на в поинт который у нас стартовый наш куда мы взлетали с корабля да мы вот здесь не побывали в третьем на в поинте все его выбрали выходим и автопилотом лететь нам просто не разрешат сесть на корабль если мы соответственно не выполним миссию давайте я наверно выключу камеру смерти камеру ракеты ужасно раздражает перейдем в читерский режим бам мы видели красоте как видите в этом режиме гораздо легче летать потому что хочет обзору лучше ну и приятнее на деле приятнее поскольку я периодически буду находиться в этом если захочется так сказать по рп 6 вообще лучше конечно ничего на экране не мешает мы дали команду хапсу чтобы он атаковал эту цель брейка на так разойтись и атаковать нас похвалили сказали офигенный выстрел и национальный компьютер нам сказал так желтая цель это по моему катапультировавшийся пилот да когда наш пилот катапультируются они фиолетовые wing commander 3 по моему здесь забирать катапультирующих пилотов нельзя в следующей части они сделают так что можно будет катапультировать пилотов помню забирать ух давно не играл все забыл ну ладно выполнив миссию мы возвращаемся на наш авианосицы виктори как победителя нам нужно запросить разрешение на посадку выбираем функционом коммуникационном меню викторию и нет клэрс запрашиваем посадки отлично работа полковник теперь я вижу что ваша репутация не просто так заслужена вами вы можете садиться полковник и так мы могли в принципе нажать клавишу автопилота и все с автоматическом режиме а можем посмотреть влететь внутрь корабля и сесть в мануальном режиме вручном мы влетаем внутрь скидываем скорость до 80 километров в час и все мы сели представляете то есть здесь можно было вылетать и летать внутри объектов ну в общем полностью трехмерные модели то что сейчас повсеместно и всюду используется уже тогда было представлено винг команды а началось усы при страйком все лирик отличный полет сашки спасибо шеф она рада что мы не повредили корабль и не придется его чинить вот такие такие дела друзья да вот стоит хапс и так первое что мы делаем мы идем в меню сейвов и делаем сохранение пришли в меню сейв после миссии сделали сохранение и теперь можем опять ходить по кораблю и со всеми разговаривать да но делать мы это сейчас не будем я надеюсь вам видео друзья понравилось и я вам говорил что я кое-что еще вам расскажу маленькое небольшое я это расскажу сейчас в конце видео если вы в оригинсе запустите выберите игру да там правой кнопочкой подробнее вас там будет руководство по игре если вы его нажмете откроет соответственно руководство по игре на английском скан этого руководства в формате pdf так вот что я вам хочу сказать эти лентяи из electronic arts в общем предыстория такова я не помню в каком году может быть 2006 может 2004 там это было очень давно на сайте виси news свое время я ведь там собственно и познакомился с беном лесником кто смотрел мои подкасты по стартинцы но вы в курсе об этом говорил я сделал скан всех книжечек всех мануалов wing commander 3 потому что у меня была лицензия у меня была коробочка с четырьмя дисками со всеми инструкциями купили купил я ее в 90 далеком девяносто пятом году настоящий раритет до сих пор она у меня есть в коллекции лежит ну так вот в электронном виде мануалов не было по им командру маналов не было я все это отсканировал все обрезал все соединил в pdf ки и выложил на сайте виси news для всех фанатов и команды чтобы они могли этим пользоваться более того я сделал скан коробки wing commander 4 потому что она была локализована на русский язык сделал сканы русского мануала wing commander 4 потому что этого не было для общей коллекции для всех фанатов чтобы это было и соответственно скан руководство повинкомандру 3 я тоже делал и было какое мое удивление когда открыл руководство здесь в оригинсе у скачаны игрушечки и это руководство друзья мои это мое руководство которое я отсканировал хотите верьте хотите нет в конце руководства на последней странице есть такой пятнышко от воды я случайно капнул чаем на это руководство на последнюю страницу и осталось пятнышко это очень хорошо видно ну там еще куча других деталей которые хорошо заметны но именно поэтому пятнышку это как родимое пятно его поделать невозможно уникальный узор там все изгибы я определил что это именно мой скан именно сканную мануал то есть эти лентя из electronic arts имея права на эту игру имея все что у них есть они даже не удосужились поднять все материалы изначально которые были исходники сделать нормальный мануал они тупо что сделали они зашли на сайт весеньюз и скачали оттуда мануал созданный мной я охренел вообще да вот такие дела представляете оказывается я популярен в офисах electronic arts и люди используют мои сканы да ну конечно же не делает мануал теми особо авторским правами на него не обладаю но блин как минимум обладаю правами на то что я сделал скан в общем хрень полная вы же понимаете да так могли поступить только истинные лентяи уроды одним словом что сказать уроды просто уроды но мне приятно что моя работа проведенная много лет назад сейчас носит официальный характер и многими-многими в мире видимо уже скачано и на многих компьютерах находится вот такая вот фигня я даже не ожидал ну да ладно друзья надеюсь вам было не скучно эпизод получился достаточно длинный долгий но это вводный эпизод нужно было вам показать что как чему и зачем вот наверное вы знаете я продолжу потихонечку снимать и делать летсплей их коль в русском интернете его нету прохождение винкоммандера нету русского перевода буду стараться переводить так как я могу так как я умею то что я умею и понимаю не судите строго я стараюсь я знаю в комментах найдется кто-то что а вот здесь так надо было прися здесь вот так вот надо было перевести ну ребят всякие попробуйте перевести я буду делать как у меня получается приложу к этому максимум усилий и надеюсь вам понравится если будете ставить лайки вы будете смотреть вы будете поднимать это видео именно благодаря вам эта работа будет прогрессировать будут совершенствоваться и в конечном счете я доведу ее до конца до последней миссии и на просторах ютюба будет нормально прохождение винкоммандер 3 арт of the tiger простым русским парнем для всего российского сообщества поэтому поддержите меня и надеюсь вам понравился следующей серии будут менее скучные более экшонные поэтому оставайтесь со мной подписывайтесь на канал ставьте лайки играйте только в хорошие игры только в эпические игры с вами был соберен всем пока